всем привет вечер добрый здравствуйте добрый вечер всем привет у нас не запланированный прямой эфир только что закончился 9 урок нашего сезона и я жду доставку еды и решил с вами поговорить думаю что у меня есть наверное 22 но думаю около минут 45 точно есть всем еще раз добрый вечер давайте не будем терять так сказать времени вот я думаю может быть кейсы поразбирать что вы хотите какую-то тему или хотите какой-то кейс давайте может быть сначала тему а потом на эту тему какой-нибудь кейс как вам такая история давайте спрашивайте посмотрим какие темы вас интересуют и уже исходя из этого будем разбирать кейсы давайте начнем с темы пожалуйста задавайте вопросы задавайте темы которые вам интересно а потом мы под эту тему попросим кого-то захотеть разобрать кейс пожалуйста неврозы неврозы это не тема невроз при беременности тоже не очень тема объясните что объясните что делать с обидами с обидами что делать забит можно сделать быть и блины можно сделать суп можно сделать лепешки котлетки в принципе можно сделать салатик я думаю что можно еще сделать с обидами вот можно их прикопать можно поливать можно удобрять мне может может вы отдохнете вы знаете я не сильно напрягаюсь поехали тревога по утрам уже банально уже много раз обсуждали параноидальный психоз ну я думаю что тема больше психиатрии здесь наверное не очень уместно обсуждать это заболевание про нарциссизм ну кстати почему бы и нет давайте что вам интересно про нарциссизм давайте уточним это может быть девчонкам интересно что-нибудь про специфику нарциссов может быть парням интересно что конкретно окр только что обсуждали окр давайте про нарциссизм ну во первых что важно когда мне говорят про нарциссизм или про нарциссическое расстройство личности у меня все время возникает вопрос давайте сначала начнем с характеристик и симптоматики дифференциальной диагностики мало кто из так сказать специалистов скажет вам диагностические критерии нарциссического личностного расстройства и диагностику это первое значит что тут можно сказать нарциссы нарциссы есть компенсированные и некомпенсированные давайте так это скажем да самое сложное самое страшное когда это совсем не в минько товарищи то есть когда они абсолютно не отдают себе отчета в том как они себя ведут с такими людьми на терапии как правило делать нечего как правило они на нее не приходят а если приходят то их задача стереть в бараний рог психолога они получают от этого жгучее удовольствие это те клиенты которые начинают всячески психолога в общем там истаптывать и побеждают в итоге чаще и еще и потом финалочку какой-нибудь в конце когда парень отдает отчет себе в том что он перебарщивает с требованиями к окружающей людям это хороший прогноз что еще свойственно нарциссическому расстройству это такая очень сильная ярко выраженная двойственность вот это к вопросу о дифференциальной диагностики нарциссам свойственно два состояния либо они считают себя богами и они считают что они очень молодцы и они самые лучшие и самые идеальные но стоит им где-то потерпеть поражение или где-то чтобы кто-то был лучше в чем-то они уходят депрессию и из этой депрессии не тяжело выходят как правило выходят опять с помощью конкуренции как правило выходят с помощью каких-то опять таких внутренних войн за право быть самым лучшим скажем так да вот потом они опять сталкиваются с тем что у них кончаются силы или у них опять кто-то там что-то делает лучше они опять уходят в депрессию и вот этот такой маятник между потолком под названием я идеальный и самый лучший любите меня всем либо когда человек что-то не получается не дотягивает я говно у меня депрессии вообще я ребенок а вообще чик-трак я в домике и без комментариев ладно вот соответственно вот это див диагностика она очень такая ярко выраженная до что еще здесь может быть ярко выражена часто это достаточно низкая самокритичность то есть человек очень сильно старается произвести впечатление очень зависим от похвалы очень зависим от обратной связи ему надо чтобы его хвалили как правило такие мужчины выбирают 2 2 типа женщин первый тип женщин по типу мамы которая безгранично принимает этого самого чада и это самое чудо нарциссическая со словами зайчик ты мой хороший самый умный самый красивый самый лучший у меня вот самый лучший самый самый лучший сына это такие инцестные отношения да вот и нарциссы любят таких женщин они любят когда их писю целуют и говорят что не самое лучшее другой вариант женщин которые нарциссы могут права ты права другой тип женщин которые могут нарциссы выбрать это женщины которые подчиняются до которые постоянно унижают женщину со словами посмотри какой я а ты вот говно а ты вот ничто посмотри какой я и вообще то что ты со мной рядом сидишь ты вообще должна блять сука молчать на ну вот все вот это соответственно это такой очень токсичный момент ну и первое второе все токсично то есть они замучают всех вокруг они замучают как правило сотрудников они замучают людей не замучают своим перепадами настроения то они хотят блять то они не хотят то они любят то они ненавидят то они значит самые лучшие и хвалите хвалите потом я говно значит уйдите от меня все это сложные люди они как правило очень такие очень злые внутри потому что за нарциссической проблематикой стоит как правило сильная детская травма сопряженная с отцом как правило такой холодный отец как правило это военный отец либо дистанцированный отец либо отец который обесценивал как-то ребенка и там формируется как правило такой бисексуальный драйв к отцам к мужчинам авторитетом и вот эта погоня за авторитетом и погоня быть лучше чем какой-то мужчина это идет как раз таки из вот этого драйва доказать отцу и показать отцу что вообще на что-то способен и самая главная победа нарцисса это доказать отцу что он победил выиграл и отец признал свое поражение это вот их любимая тематика и дипова проблематика так сказать да вот и вот в этой гонке потом отцовские фигуры смещаются на каких-нибудь других мужчин они начинают видеть во всех мужчин конкурентов сражаться с ними значит бороться дружат они обычно только с теми кто считает их прекрасными идеальными и они начинают люто ненавидеть через буквально час если вдруг вы что-то сказали против или вы как-то не полюбили или вы как-то не играете в этой песочнице по его правилам в общем то поэтому люди сложные с ними очень сложно договариваться с ними очень сложно строить отношения потому что сегодня у него одно настроение потом ты пукнула блять не в ту сторону у него другое настроение там мало мужественности там мало мужских таких взрослых качеств как правило они все очень инфантильные как правило они быстро регрессируют на уровень ребенка как только сталкиваются сложностями либо они не хотят решать задачу не быстро уходит в ребенка чтобы оправдать свое такое вот специфическое поведение в общем то да или это выученная тактика чтобы за них что-то сделали или как-то дистанцироваться в общем ребят сложные как девчонкам быть если они как бы влетели в эту историю это не просто тут надо понять что не надо браться за их терапию вот уж точно да потому что если девочка будет пытаться лечить нарцисса вы либо вы выслушаете в свой адрес кучу негатива какая вы плохая и не понимаете поэтому если вы хотите сохранить с этим человеком отношения во что-то связывает наверное самая такая амортизационная не токсичная тактика это подстраиваться говорить какой он хороший что он самый лучший что вы с ним что то есть надо сыграть такую знаете принимающую маму если вы хотите не провоцировать нарцисса и быть для него такой манипулировать сыграть в манипуляцию против нарцисса до нарциссы безумно любят ир вызывать чувство вины они как правило любят на показ шантажировать аудиторию людей все всем пока вот это вот туда значит да я ухожу вы будете без меня они хотят чтобы таким поведением чтобы люди начали просить вернись 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 а люди в этот момент должны провести про и проявить самую лучшую терапию сказать да иди ты нахуй уходишь да иди и вот тут нарцисс попадает в еще сильную еще более сильную сложность потому что он таким образом пытается чтобы его все значит хором вернули домой так сказать попросили его обратно вот да тут ему надо как бы в догоночку кинуть ну хочешь иди мы без тебя справимся слова мы без тебя справимся для нарцисса самое страшное вот поэтому смотрите девчонки значит если задача манипулировать нарциссом то манипулировать нарциссом можно только через подстройку хорошей принимающей мамы да которая помогает принимает писью целует попу моет говорит что она что он самый лучший самый умный самый хороший самый мужчина самый лучший вообще лучше нет что вы получите он поймет что кроме такой как вы его дебила принимать никто не будет как правило да потому что он понимает свои недостатки он понимает свое пограничное состояние он понимает свою нестабильность и как правило если вы сыграете в маму то как правило эти мальчики при всей их понтовитости да но они будут держаться за эту девушку потому что они будут пытаться как бы натягивать ситуацию но они в какой-то момент будут все время давать заднюю потому что они понимают что если вы сейчас сольетесь то писью ему больше целовать такому дебилу никто не будет да это если вам надо это дело удерживать если вы имеете дело с нарциссом травматичным деспотом который любит унижать и доказывать таким образом что он сильный и мужественный тут вопрос насколько вообще вам это нужно да готовы ли вы подыгрывать вот в это демонистическое такое садистическое поведение можно назвать абьюзом там да и так далее но смотрите сами как говорится на тут у меня больше к вам будет вопрос то хрена но вам надо скорее всего это такая взаимная садомаза игра уже будет да точно ли они понимают свои недостатки вы знаете как правило да есть конечно нарциссы которые вообще не в минько и там вообще ну как бы все тяжело но есть большинство все-таки нарциссов понимают что они перебарщивают они понимают свою нестабильность они на самом деле очень держатся за людей которые им преданы вот это надо себе запомнить то есть если вы хотите манипулировать нарциссом надо быть ему ему надо служить все это поняли то есть если вы научитесь подыгрывать и служить такому человеку он будет за вас держаться да потому что в его перепадах настроения в его специфическом поведении мало кто хочет с ним дружить мало кто долго может не выстраивать партнерские отношения мало кто может с ним работать мало кто может с ним долго находиться в нормальном контакте потому что это очень сложно да это унижение это обесценивание это постоянное членомерство и мало кто хочет постоянно быть на таком втором плане что ли потому что они все время себя будут выпячивать в этом смысле либо вы играете как я хочу либо вообще никак не играете вот поэтому если хотите поманипулировать нарциссом я вам сказал как можно под это подстроиться если вам это нужно если вам это выгодно к девчонкам у меня таким тоже есть вопрос но зачем вам такой сын да пограничный в чем прикол что он вам даст что вам даст такая нездоровая невротическая пограничная личность как нарциссическое расстройство вашего мужа или вашего парня что вам это дает вам это дает наверное проявление заботы как ваша мама заботилась о папе нарцисс как правило наверное никуда не свалит если вы такая мама заботливая об этом мальчике мужчине там мальчики в частности но вам это даст какую-то может быть стабильность ну и будет у вас такой привязанный значит там ниточкой такой вот собачка которая вроде как пытается иногда лаять эмоциональная но стоит вам сделать шаг в сторону она за вами побежит скулить начнет и когда какой-то мужественности идет речь большой вопрос да но остается вам только подарить тропон на день святого валентина и так скажем раскрыть все чакры и все точки над и это было бы более правильно наверно как воспитывать сына чтобы он не стал таким хороший вопрос смотрите нарциссическую проблему могут создать может создать воспитание бабушки и мамы в наличии дистанцированного отца да марин чё ты ржешь поэтому здесь очень важно поведение отца и очень важно чтобы все-таки был налажен контакт с отцом грамотный и такое вот поведение бабушки и мамы не должно быть сильно оберегающим по принципу кумира семьи да то есть когда бабушка и мама создают у мальчика принцип кумира семьи оберегающего а папа такой вот жесткий дистанцированный вот тут возникают нарциссические расширения и конечно вот понимая это да как-то можно попытаться эту модель повернуть но тут надо чтобы папа был адекватный что не всегда представляется возможным так сказать эфир сохранить но не знаю как пойдет может сохраню как поведенчески можно исправить себе нарцисса спасибо за вопрос но смотрите во первых нарциссы надо декомпенсировать да то есть нарцисс должен осознавать вот эту свою нестабильность и он должен четко видеть как его несет ему надо потратить время и усилия на опущение собственной гордыни эго и уметь выходить из-за из-за дипового комплекса то есть чтобы выйти из-за дипового комплекса ему нужно закончить войну за конкуренцию потому что главный диповый драйвер это конкуренция у нарцисса поверьте всегда в норме у любого мужчины должна быть конкуренция по и дипового драйва мужчина без конкуренции это не совсем мужчина согласны но у нарциссов это конкуренция этот драйвер где дипов он очень сильно очень сильно доминирует и они конкурируют со всеми и всегда у них вечный бой такой да поэтому нарциссу надо учиться поведенчески выходить из конкуренции отпускать ситуацию не трактовать ее на свою болезненную сторону учиться обходиться без мамочки и без подтирания попы найти себе коуча или наставника настоящего мужчину взрослого терапевта мужчину жесткого взрослого чтобы поставить в себе такой вот пример именно уверенного мужчины который не истерит который не ребенок чтобы он интроицировал мужские качества в себя всем это понятно потому что как правило нарцисс если выбирают терапевтов они выбирают женщин по принципу куме по принципу мамочки удобных чтобы было комфортно они выбирают мужчин психотерапевтов которые как правило слабее чем они они выбирают очень мягких мужчин терапевтов а ему нужна наоборот пиздюлина такая, да, серьезная, вот такая мужская, только не чтобы мужчина-терапевт был тоже таким альфа-нарциссом, он должен быть просто взрослым, серьезным коучем, тренером, который в транзактном анализе находится все время в позиции взрослого, чтобы он интервенцировал в себе именно взрослые неконкурентные качества. Стабильный мужчина, уверенный мужчина, который не боится уйти в сторону, который не боится каких-то там людей, которые что-то знают или делают лучше, чтобы воспитать такие поведенческие модели, а не инфантильно-детские. Это сложно для нарциссов, потому что им тяжело вообще принимать мужчин уверенных, им тяжело принимать мужчин таких сильных, они стараются всех обесценивать, они стараются очень быстро пытаться обесценить все, на что они не способны с точки зрения мужских качеств. Поэтому поведенческая модель должна быть разложена его коучем. Но я вам писал примерные портреты. в основном нарциссы, как вот правильно кто-то замечает, они очень сложны в терапии, да, потому что они выбирают специфический портрет терапевтов. гораздо слабее, они подбирают команду гораздо слабее, они подбирают людей, мужчин, гораздо прогибших, гибких под них, потому что любой мужчина, который будет вызывать у них какое-то сопротивление, сразу становится врагом и конкурентом. Поняли все? И вот здесь много поля для терапии. Они, как правило, не пойдут на терапию к сильному мужчине. Они пойдут либо к женщине, либо к слабому мужчине. Сохраните эфир. Ну, постараюсь, как пойдет. Там Инстаграм иногда выдает, что он не сохраняет. В общем, им нужно интегрировать, интервицировать в себе мужские качества. А у них там большая проблема. Много сопротивления, много детского самолюбия, много конкуренции. Вообще, я бы нарциссу посоветовал хорошо, хорошую историю с глубоким качественным психоанализом. Кодика так три. Вот, это серьезно. Когнитивно-поведенческую терапию нарциссам, ну, не знаю, сомнительно. Наверное, я бы советовал нарциссам бы серьезный фундаментальный психоанализ. Потому что, вот, именно в психоанализе, если аналитик будет мужчина взрослый, такой вот прям стабильный, сильный, авторитетный именно мужчина, а не конкурент, но там он все будет конкурентом, и психоаналитик будет очень профессиональным, он поймет, что перед ним сын, который сейчас будет, значит, доказывать папе, что он пиздец, какой умный, вот, а потом разовьет к папе там кучу всяких переносов, контрпереносов и так далее, и тому подобное, психоанализа, наверное, годика так три хорошего психоанализа даст ему очень много внутреннего роста, но очень много рисков, что он сольется при первом сопротивлении, то есть, как только будет дана интерпретация в адрес нарцисса, психоаналитиком, определенная, он сразу сольется с терапией, моментально, вот, поверьте, сам нарцисс страдает ли от самого себя? Ника спрашивает, безусловно, вы абсолютно правы, сами нарциссы страдают от самого себя, как правило, они понимают, что они очень нестабильны, они понимают, что они не могут выстраивать отношения с людьми, они понимают, что им все время очень тяжело, на самом деле, я их понимаю, потому, что я представляю, как им сложно, да, где, с одной стороны, эго и гордыня, а с другой стороны, понимание того, как им, как они по-другому не могут, да, им действительно одиноко часто, им действительно часто сложно, они действительно часто уходят в депрессию, Они действительно чувствуют себя Одними на этой планете И поэтому они ценят людей Которые их принимают такими Какие они есть Со своей ебаниной Им сложно То есть нарциссическое личное расстройство Это параллельная депрессия Всегда И этим ребятам надо помогать Но надо просто Я могу им помочь Но понимаете Надо все время Завоевывать этот авторитет И надо потратить много ресурса Чтобы помочь в анализе Нарциссу Это большая работа На самом деле Очень энергозатратная как правило Но и тут Психоаналитик должен быть очень проработан Потому что те испытания Которые будет выдавать нарцисс в терапии Они могут Контрпереноситься очень сильно на аналитика И вот эта проверка Тем Как ведет себя клиент Вот этот вот Это будет очень сильная проверка Для самого Психоаналитика Там будет масса Контрпереносных реакций Разного толка Абсолютно От раздражения От раздражения И ненависти К этому пациенту До Других там Всяких Вещей Из серии Десу до сына Да Значит В общем Поэтому Это серьезная Психоаналитическая история Конечно Но Им помочь можно Если уметь С ними работать Давайте вот так Многие современные психологи Настолько поверхностны В фундаментальной подготовке Что они не умеют работать С нарциссическими компонентами И конечно Они неэффективные Для них Нарциссы Это больше люди Которые не Простите Нарциссы Это Это больные люди Которым Не помочь У них Нарушено чувство Эмпатии Как им помочь Я бы не назвал Их Прям уж такими Больными Я бы назвал Их Давайте назовем Их просто Ребята со специфическим Характером Со сложным Специфическим Характером Я бы не называл Их больными Просто Их сложность Характера Делает им Западло И Одной ногой Ведет в депрессию И срыву Понимаете Если нарцисс Вовремя найдет себе Жену Которая будет По принципу Мамы То они еще Будут немного Уравновешиваться И то Их будет раскачивать Все равно В разные стороны А вот если Нарцисс не найдет Себе такую маму То Будет Знаете какой перекос Внешне они будут Излучать успех И яркость И такую вот Успешность А внутри Они будут Жутко Перекошены И это проблема Понятно? Поэтому Им сложно Но Им можно Помочь Но опять же Нужен хороший Специалист Именно в анализе Нарцисса Хрен отправишь К специалисту Я вот об этом И говорил Сегодня Да Уже Игнорирование Это защитная Реакция Нарциссов Часто Да И либо Игнорирование Либо Обесценивание Нарциссы Как только Понимают Что они Проигрывают Или могут Проиграть Или кто-то Сильнее Или еще Что-то В чем-то Они Сразу Будут Обесценивать Это Моментально То есть Это прям Их Выученная С детства История Но мальчик Сидит в песочнице И с ним Там все Играют И вот Приходит мальчик В эту песочницу Который Строит замки Лучше Что сделает Быстро Нарцисс Нарцисс Сделает так Чтобы Обесценить Все его замки Все его таланты И способности Чтобы не дай бог Дети не перешли Играть в его Песочницу Поняли И это Их выученная Форма поведения Обесценивать Любые Лучшие Качества Других людей И Такая Тактика Их приводит К формированию Вокруг себя Избранного Круга Людей Как правило Не Супер Успешных Как правило Очень управляемых Как правило Очень Манипулятивных И В итоге Там Такое Получается Знаете Такой Детский сад На выезде Та же самая Песочница Которая была В детстве И в этой Песочнице Должны все Играть Его Значит Машинки И так Как ему Нужно Нарциссы Склонны К игромании Вы знаете Да На моей практике Это их любимое Отвлекалово Потому что Нарциссы же Постоянно В регрессе Детском И для них Поиграть в игры Там Карты Компьютер И еще что-то Это их любимая Сублимация Окунуться в детство Окунуться В такую Беззаботную Историю Потешить Своего внутреннего Ребенка Поскольку в этой Часть Они пребывают Большую часть Своего времени Для них Это любимое Такое Сублимирование Что ли Тот мир Где они Особенно Выигрывают Если они Командуют Зводом Каким-нибудь Командуют Какой-то Армией Какой-нибудь Как правило Они зарабатывают Звездочки Самоотверждаются Как правило Они достаточно Болезненно Относятся К поражениям Очень сложно Относятся Конкуренции Внутри Игры Там все То же Самое Разворачивается Это их Любимая Заеба Но просто Им пизды Никто не Может дать В компьютерной Игре За поведение Определенное Как правило Они выстраивают В этих Играх Альянс Таких Под себя Людей Которые Пляшут Под их Дудку В общем Там Любят Самоотверждаться Там все Будет В игре Компьютерной Там будет Примерно То же Самое Что и В жизни Игру скажут Это говно Игра Неинтересно Уже Это уже Ниже Меня Я уже Все знаю Там все Одни Там Ничего Интересного И они Мигом Все обесценят Особенно Если туда Придет Что-то Более Опытное Серьезное Они быстро Перестанут Играть В эту Игру Да Они быстро Выйдут Из этого Они не Выносят Конкуренцию Напрямую Им очень Тяжело С этим Справляться Чего Вы ржете Почему Девушки Выбирают Мучаются С ними Мы уже Сегодня Обсуждали Это Посмотрите Пожалуйста Заново Насчет чего Нарцисс Может Нарцисс Может построить Нормальные Здоровые Отношения Если Будет Работать Со своими Травмами Ну Я уже Ответил На этот Вопрос Да Может Им Можно Помогать Но для Этого Нужна Такая Серьезная Терапия Так К ним Тянутся Незрелые Личности Вы знаете К ним Не то Чтобы Они Тянутся А Нарциссы Обожают Выстраивать Отношения Со Слабыми Людьми Потому Что Слабые Люди Для Нарциссов Безопасны В Конкуренции Все Это Понимают Так Лешенька А вы Нарцисс Вы знаете Это Очень Популярная История Давайте И тогда Ко мне Смотрите Я сегодня В самом Начале Показывал Дифференциальную Диагностику Показывал Основные Тезисы Нарциссические Когда люди Видят Меня Когда люди Видят Мой Инстаграм На них Производит Впечатление Внешность Определенная Пропорция Лица Фигуры Манера Одеваться Говорить И они Воспринимают Это Как Нарциссическая История Но Если вы Посмотрите Наше Занятие Сначала То Вы увидите Черты Которые Свойственны Нарциссам Именно В их Двойственности Для 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 меня Конкуренция Или У меня Нету Вот Этой Истории Где Я Впадаю В депрессию При Каких-то Обстоятельствах Неудач Или поражений Это Во-первых Во-вторых Мне Свойственно Невростеническая Концепция Достижения Результатов И я Здесь Скорее Невростеник По Своей Главной Классификации Нарциссическое Расширение Во мне Присутствует Но Оно Управляемо Я Очень Просто Отношусь К своему Нарциссическому Расширению Потому Что Оно Не Выходит За рамки Того Нарциссического Расстройства О котором Мы Говорим Я Обожаю Работать С людьми Которые Лучше Меня Разбираются Во многих Вещах Я Абсолютно Спокойно Принимаю Поражение Конкуренцию И так далее Для меня Это наоборот Больше Составляет Профессиональный Интерес То есть Если И есть Нарциссические Компоненты Которые Должны Быть То Они Наверное Процентов На 30 И 100 Да Ну и уж Компьютерные Игры Я уже Давно Не играю И Женщин Как Маму Я Не Выбираю Для меня Женщина Мама Это Наверное Скорее Нонсенс Нежели Задача Вот Поэтому Когда Меня Называют Нарциссом Это Больше Такая Ошибка Визуала Да Нежели Знание Меня Как Личности А я Вам Описал Сейчас Личность Нарциссов Спасибо Вам Большое Я Попробую Сохранить Вы Попробуйте Пересмотреть Так Какой Триггер Выхода В невроз Для Нарцисса А я Уже Говорил Триггер В невроз Это Их Конкуренция Это Их Слабые Места Это Их Неспособность Выносить Какую Либо Конкуренцию Это Их Поражение Это Их Неидеальность Это Их Слабости Это Их Проигрыши Это Все Что Связано С Конкуренцией Нарциссы Равно Конкуренция Это Вот Все Время Про Туда И Главный Триггер Это Их Поражение Это Их Несовершенство Это Их Неидеальность Это Их Намеренное Макание Носом В том Что Они Что Не Умеют Не Знают Это Их Главная Больная Точка И Еще Один Триггер Выхода В невроз Нарциссы Это Потеря Мамы Это Потеря Женщины Которая Целует Писю Это И Главная История И Там Будет Прям Греческая Трагедия Вплоть До Депрессии Угрозы Суицидов Молчания Уход В Закат То Там Начнется Нарциссы Это Ребенок Представьте Себе Что Это Далеко Не Повзрослевший Ребенок Который Кричит И Рассказывает Что Он Самый Умный И Как Только Что Не По Его Он Дует Губы И Уходит Да Хотя Дразнится Очень Активно Нарцисс Очень Красиво И громко Дразнится Очень Ярко У них Возникает Маниакальная Фаза Когда Они Начинают В конкуренции Биться Ночами Днями Не спят Думают Как победить Этого Папу В кавычках В общем-то И Вторым Триггером Главным Является Это Когда Жена Вдруг Поймет Что Она Имеет Дело С Очень Таким Серьезным Расстройством Серьезным Таким Ребенком И Подыгрывая Ему В маму Она Только Усугубляет Его Расстройство И Как Только Эта Женщина Навострит Лыжи Все Там Будет Греческая Трагедия Там Будет Преследование Там Будет Шантаж Там Будет Манипуляция И так Далее Давайте Последние Вопросы Заканчиваем Про Женщину Рассказал Вроде Я После такого Писания Мне кажется Я нарцисс Не люблю Конкуренцию От слова Совсем Ну Смотрите Ну Это же Все очень Абстрактно Давайте Задумается И если Если вы Нашли Себя То Поймите Что Потребуется Серьезный Подход К этому В работе С вашим Самолюбием С вашей Гордостью Вашим Эго Здесь Нужен Серьезный Аналитик Который Подойдет Еще Этому Человеку Который Справится Со всем Сопротивлением Со всем Обесцениванием Который Будет Искренне Хотеть Дорастить Этого Несчастного Ребенка Который Так Конкурирует С папой И так На него Обижен В общем То Да Вот Спасибо вам Большое За внимание Ваш Алексей Красиков Школа Эмоционального Интеллекта Надеюсь Вам Было Интересно Если Интересно Прокомментируйте Это Видео В комментариях Ставьте Свои Какие-то Тезисы Замечания Оценки Мнения И Предложите Следующую Тему Для такого В комментариях Напишите В комментариях Тему Которую Вы бы Хотели Дальше Про Нарциссов Поговорили Предложите Следующую В комментариях Спасибо Я пойду Ужинать Спать Завтра Съемки Вечером Снимаем Видеоклип Не Скажу Пока Кого Ну Популярного Артиста В общем Спасибо До встречи До свидания Пока Пока Субтитры